Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня мы будем красить губы. Вернее, сегодня мы будем красиво красить губы. Я решила вам показать, как я делаю эффект бархатных губ. Первый способ достаточно такой быстрый и легкий, но его нужно купить по хорошей цене. То есть, существует такая вот помада Rouge Allure Velvet от Chanel. Я сама ею еще не пользовалась, поэтому сегодня у нас будет практически тест-драйв этого средства. И прямо при вас я покажу, какой эффект мы получим. Я выбрала помаду чуть темнее, чем обычный классический красный. То есть, уже это больше такой, наверное, вишневый, какой-то такой ближе к бордовому оттенку. Но можно видеть, что действительно помада сама по себе очень такая матовая. Карандаш сам матовый и достойный оттенок. Итак, давайте попробуем нанести и посмотрим, что у нас получится. Ну вот, и что же мы видим? Мы видим хороший, насыщенный, прям такой сочный, я бы сказала, такой секси оттенок. Вот, но помада все-таки очень такая достаточно глянцевая. То есть, я не получила того эффекта, который бы мне хотелось. Я приобретала уже помаду от Givenchy. Она действительно была матовая. То есть, когда ее наносишь, она прям выглядит, как будто бы такая с ворсиночками. То есть, такой бархатистый эффект. Чего эта помада, в принципе, мне не дала. Поэтому сейчас я вам покажу второй способ, который я открыла для себя. Да, эффект бархатных губ. И посмотрим, чем же они отличаются. Я буду использовать свой любимый BB-консилер Vogue. Можно любой другой, который вам подходит, который нравится. И теперь нам нужно определиться с карандашами. В данном случае я использую карандаши от Artvisage. Очень люблю эту марку. Всегда, когда бываю в России, набираю их просто пачками. Потому что действительно очень хорошее качество. Карандаш не дечет в течение дня. Не размазывается. Ровно ложится. Прекрасно. Сейчас вы сами все увидите. Итак, можно выбрать какой-нибудь из приятных вам цветов. То есть, здесь вот есть такой, опять же, насыщенный классический красный. И также у меня имеется вот такой вот практически как помада Chanel. Ну, такой вишневый, да. Первым делом я наношу BB-консилер вокруг губ. Вторым этапом я рисую контур. Одним из красных оттенков, которые нам нравятся, я выбираю бордовый. Контур прорисован. И теперь этим же самым карандашом я зарисовываю всю поверхность. Вот такими вот штрихами. Прям не боимся. Даем душе разгуляться. Хорошо, насыщенно. Покрываем губки карандашом. Я получила, в принципе, тот результат, о котором я мечтала. То есть, такое сатиновое покрытие на губах без явного глянца, достаточно матовое и насыщенный, хороший, опять же, цвет. Несмотря на то, что это всего лишь карандаш. Но, оказывается, вот так вот легко и просто можно им обойтись. На самом деле, можно ничего уже не добавлять, да. Но можно, опять же, поэкспериментировать и добавить шоколадный карандаш. То есть, такой темно-коричневый, насыщенный. А так как у меня карандаш автомат, я буду набирать его вот такой кисточкой для губ. Если у вас имеется просто хорошо заточенный карандашик, то можно воспользоваться им напрямую. Я набираю карандаш на кисть. Субтитры создавал DimaTorzok Получился такой глубокий цвет. Получили хороший объем губ, очень четкий контур и, опять же, бархатный эффект. На самом деле, я довольна двумя способами. Я не откажусь от этой помады, она тоже по-своему очень хороша. Но так как она слегка имеет такой глянец, то, чтобы придать губам бархатный эффект, я буду использовать свои карандаши. Поэтому, дорогие друзья, выбирайте то, что вам ближе к душе. И очень надеюсь, что эта серия была вам полезна. Спасибо, что в очередной раз посетили мой канал. Спасибо, что следите за обновлениями. Очень рада видеть вас всех здесь. Буду продолжать просвещать вас своими секретами, своими фишками в макияже, в моде. Следите, опять же, за новостями. Смотрите, когда добавляются новые видео. И еще хочу сказать отдельное спасибо всем своим друзьям, зрителям, которые голосовали за меня в конкурсе, который был устроен журналом «Максим». Именно вы вывели меня в финал, за что вас благодарю. Мне было очень приятно наблюдать за этим процессом. И хочу напомнить, что с сегодняшнего дня стартует финальный этап. С сегодняшнего дня можно опять продолжить голосование. Внизу под видео я оставляю описание, где вы можете прочитать всю информацию о данном конкурсе. По ссылке поактивной перейти, найти меня и начать голосование. Дорогие друзья, до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok